Сегодня мы рассмотрим базовые настройки беспроводного моста Powian BIM-5AC620. Беспроводной мост состоит из двух точек доступа, одна из которых в режиме Station – базовая станция, а вторая в режиме Access Point – клиентская точка доступа. На первом этапе мы должны организовать подключение к нашей точке доступа по следующей схеме. Далее необходимо подготовить сетевой адаптер нашего компьютера. Заходим в настройки, параметров адаптера и выбираем сетевой адаптер, к которому подключена наша точка доступа. Устанавливаем IP-адрес на сетевом адаптере нашего компьютера. IP-адрес 192.168.1.5 Маска под сети 255.255.255.0 Нажимаем ОК для того, чтобы сохранить наши настройки. Закрываем. Наш сетевой адаптер компьютера готов. Первоначально для входа в веб-интерфейс используется стандартный IP-адрес. Точки доступа 192.168.1.20 Набираем его в браузере и жмем Enter. Открываются первоначальные настройки нашей точки доступа. Задаем логин в поле юзерней и пароль в поле паспорт. Далее в поле country выбираем страну, то есть регион, где мы будем использовать нашу точку доступа. В поле language вы можете выбрать язык веб-интерфейса. К сожалению, русского языка нет. Я оставляю английский. Ставим галочку на соглашение. Нажимаем логин. Итак, вы зашли в веб-интерфейс точки доступа. Переходим в настройки по вкладке Settings. Точку доступа переводим в режим Access Point PTP для того, чтобы получить максимальную ширину полосы сигнала 80 МГц. Если выбрать Access Point PTP в технологии IRMAX, то максимальная ширина полосы будет 40 МГц. Но зато беспроводной мост сможет работать в более зашумленном эфире с устойчивой связью. В моем случае эфир не так засорен в диапазоне 5 ГГц. Поэтому я оставляю Access Point PTP. Далее указываем CC ID. У меня будет называться Bridge 1. Выбираем безопасность ключа Security VPA IS. И указываем наш ключ от беспроводной сети. Например, у меня будет следующий пароль. Вы можете выбрать свой. Не забудьте записать, чтобы не забыть. Теперь требуется сохранить наши настройки. Для этого нажимаем Save Change. Переходим во вкладку Network. Изменяем стандартный IP адрес на 192.168.1.21 для того, чтобы не было IP конфликта с нашей базовой станцией. Нажимаем Сохранить настройки. На этом этапе мы завершаем базовые настройки точки доступа в режиме Access Point. И переходим к настройке точки доступа в режиме Station. Отключаем сетевой кабель этой точки доступа от нашего компьютера. Но оставляем ее подключенной к сети электропитания. Итак, мы подключили сетевой кабель к следующей точке доступа. Также заходим в веб-интерфейс, используя стандартный IP адрес 192.168.1.20. Задаем также логин, пароль, указываем страну и заходим в интерфейс настроек. Я подготовил это заранее и готов перейти к следующим настройкам. Также переходим во вкладку настроек Settings. Точку доступа переводим в режим Station PTP. Далее в CCID. Нажимаем Select. У вас выходит список доступных беспроводных точек доступа. Выбираем нашу точку доступа с CCID Bridge 1. Нажимаем Select. Выбираем безопасность ключа Security VPA2 IS. И указываем ключ от беспроводной сети Bridge 1. В моем случае был введен следующий ключ. Теперь требуется сохранить наши настройки. Для этого нажимаем Save Change. Переходим во вкладку Dashboard и ожидаем подключения. Как видите, наши точки доступа соединились. Образовался беспроводной мост. Сейчас нам видно, что пропускная способность нашего канала составляет приблизительно 600 Мбит в секунду. Для того, чтобы убедиться, что беспроводной мост работает стабильно, мы можем зайти на нашу точку доступа в режиме Access Point. IP-адрес, если вы помните, 192.168.1.21. Как видите, мы попали на нашу точку доступа. Хотел отметить, что стандартные пароли от точек доступа необходимо заменить. Для этого требуется перейти во вкладку Settings, System, Change Password, изменить пароль. Вы можете провести тестирование скорости беспроводного моста. Для этого нажмите на Tools и выберите Speed Test. Введите IP-адрес нашей точки доступа. Введите от нее логин и пароль. И нажмите Start. Итак, мы завершили базовые настройки. Но если вам необходимая информация более раскрытая, вы можете посмотреть мое предыдущее видео. Расширенная настройка Ubiquity Lightbeam 5AC23. Там я более детально объясняю. На этом все. Спасибо за внимание.